Первая очередь праздничных гуляний позади. Новый год наступил, местные массовики-затейники на пару дней приостановили свою работу. А сценическая площадка на главной городской площади, которая еще совсем недавно была эпицентром праздника, ждет следующей порции новогоднего веселья. Кстати, по данным областного управления УВД, пять дней Нового года прошли без особых эксцессов, в том числе и праздничная ночь. В целом новогодние мероприятия прошли у нас без каких-либо эксцессов. В местах проведения массовых мероприятий преступлений, правонарушений у нас не допущено. Ну и как радует то, что в эту новогоднюю ночь не зарегистрировано фактов причинения интересных поражений при использовании пиротехнических изделий. Правонарушения, да, на следующий день были. В медицинский отрезвитель у нас было помещено 16 человек, но эта цифра меньше по сравнению с предыдущими годами. В ночь на 1 января на территории Брестской области новогодние мероприятия прошли на 519 праздничных площадках с участием около 32 тысяч человек. В Бресте первая ночь 2016 прошла спокойно. По сравнению с прошлым годом, меньше задержанных за административные правонарушения. Во многом это заслуга стражей общественного порядка, которые в эти дни несли службу в усиленном режиме, а также поменявшемуся менталитету горожан, отдавших предпочтение культурному отдыху, а не бесконтрольным возлияниям. Следует отметить, что во многом поменяли свое поведение и подростки. В целом стоит отметить, что новогодние праздники прошли достаточно спокойно, что касается именно несовершеннолетних. Допущено было совершение всего одного преступления, связанного с хулиганскими действиями. При этом во многом, наверное, благодаря тому, что были задействованы достаточно серьезные и крупные силы и средства сотрудников органов внутренних дел, которые как раз таки были во многом направлены на пресечение противоправной деятельности несовершеннолетних. К примеру, только на городе Бресе на новогодней елке было задержано порядка 15 несовершеннолетних, которые в силу своего возраста уже давно должны были находиться дома. Причем многие из них только недавно достигли 11 лет. Вопреки опасениям правоохранителей, все подростки были трезвыми. Поскольку праздничные гуляния продолжатся до середины января, брещанам нужно помнить об элементарных правилах безопасности, осторожно обращаться с пиротехникой и не злоупотреблять спиртными напитками. Ведь, как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Желательно в семейном кругу, а не в отрезителе или травмпункте.